драгоценное приветствую сегодня мы с вами поговорим на тему господь все будет хорошо я записал это уже в инстаграме и у меня не отходит на сердце для того чтобы еще раз не поделиться этими вещами с вами совсем недавно мы были на конференции западного объединения церкви новая жизнь епископ василий франчук и там один пастор он молился и горячо так подняв руки сказал господь все будет хорошо мы сперва смеялись над этими вещами в думали как бы сказать а мы ожидаем что господь будет нас обадривать как били грэм говорил что я прочитал всю библию и в конце увидел что все будет хорошо а здесь как будто в этой молитве мы обадриваем господа что все будет хорошо и сначала конечно вспоминайте вещи мы смеялись и было весело мы потом несколько дней от меня просто не отходит почему я также это хочу записать и в этот день потому что господь очень серьезно дал пророческое слово которое просто вышло с с уст этого пастора как когда он молился и как трость скорописца дало это пророческое слово драгоценное я просто хочу напомнить историю когда новое поколение вошло в обетованную землю господь сказал всю землю я отдаю вам драгоценное точно так же господь говорит что все исцеление наши он умер за это исцеление и тогда когда выходили евреи из египта то господь обобрал через них египтян чтобы у них было все серебро и золото для того чтобы это хватило как в пустыне так и в обетованной земле в колене не было ни одного болящего точно также спасения наших родных близких точно так же как к ним присоединилась много разноплеменного народа но когда мы смотрим что новое поколение вошло в землю то несколько колен они не смогли взять эту землю они не смогли победить некоторых врагов из-за чего из-за неверия из-за какого-то определенного недоверия за того что ожидали что это будет прибыть неси но просто на блюдечке с голубой так скажем окоем очки но господь предупредил их что в земле будет война что в земле будет работа не просто так земля обетованная с молоком и медом значит пчелы значит коровы значит бараны приходилось работать и также праздники аллилуйя на которые тоже нужно готовиться это я говорю в преддверии рождества и нового года поэтому драгоценное это для нас большой урок тогда когда господь он говорит всю землю отдаю вам исцеление которое я взял на кресте это все для вас все финансы это все для вас аллилуйя все необходимое для жизни и благочестия все необходимое для служения я это взял на кресте и я даю вам и мы должны в это поверить а если поверить значит двигаться потому что вера без дел мертва поэтому к чему я призываю я призываю в преддверии нового цикла который нам отмеряет новый год и рождество христово чтобы мы господу пообещали просто провозгласили вместе со мной господь все будет хорошо я возьму землю моего предназначения я не испугаясь я пойду как иисус навин я пойду как халиф аллилуйя не буду среди десяти саглядаты в которые не поверили я не буду среди тех колен которые не взяли всю землю которая нам не вы к нам предлежит я возьму все исцеление для себя и буду ходить в божественном здоровье и моя семья и мои дети я и домой а не только будут спасены но они будут служить господу алило поэтому поднимите все пророчества поднимите все ваши молитвы где господь обадривал вас для того чтобы мы могли все это взять и могли провозгласить прямо сейчас сделав этот первый шаг господь все будет хорошо поднимите руки вместе со мной и скажите господь все будет хорошо аллилуйя просто ободрите вашего господа во имя иисуса христа чтоб он точно так же с нами вошел в новый год аллилуйя с таким знаете со спокойным сердцем господь все будет хорошо будьте благословенны дорогие